МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами я, Олег Карцев, коллекционер винтажных японских магнитол из Белоруссии. И сегодня мой рассказ будет про один из чемпионов фирмы Мацушита по звуку с 12-сантиметровыми динамиками. Играет эта модель великолепна. Как-то раз, блуждая по просторам интернета в далеком Барнауле, я нашел вот такую вот магнитолку. Искал ее лет, наверное, 15. Это Panasonic или National RX5005. Где-то через неделю после оплаты магнитола службы доставки СДЭК была уже у меня в Минске. Как вы видите, это магнитола у нас имеет двухполосную систему. Смотрите, какие здесь рупора для высокочастотников. Какой здесь интересный индикатор уровня. Вот здесь у нас 4 шкалы радиоприемника, что очень важно для националь-панасоников. FM-прием. Сейчас мы все-таки слушаем FM-стереорадио. Здесь у нас регулируется громкость. Вот здесь настраивается как бы басов можно добавить или верхних. Вот достаточно простая функция. Еще одного регулятора не хватает. Что делать? Поэтому поставим его по центру и выкрутим на максимальные верхние частоты. Здесь у нас располагается баланс. Это кнопочка паузы. Лентопротяжки. Стоп. Эджект. Ну, здесь же располагается еще и микролифт. Вот здесь у нас влево-вправо крутим. Здесь проигрывание кассеты. И вот эта вот кнопочка, кнопочка записи. С этой стороны у нас располагается радиоселектор. Вот здесь мы будем слушать, например, кассеты. Что немаловажно для этой магнитолы, у Националь Панасоника, у Мацушиты была собственная система расширения стерео, которая называлась Эмбиенс. Мы можем слушать моно, можем слушать стерео, а можно и слушать тот самый Эмбиенс. Реализован он довольно-таки неплохо. И с этой стороны у нас переключаются диапазоны радиоприемника СВ-2, СВ-1, МВ и стереоприем ФМ. Вот такой вот аппаратик. Ну и также спереди располагается щетчик пленки на кассете. С правой стороны всего две ручки. Это ручка настройки тюнера и тонкая настройка радио. Все, больше здесь ничего нет. К сожалению, на этом аппарате автоматически выставляется регулировка уровня записи. Ну, что поделаешь. Зато крутая аморфная голова АХ. Практически весь функционал нашей магнитолы Националь RX5005 располагается на верхней панели. Под кассетник у нас скрывается вот таким вот образом. Раз. И здесь демонстрационная кассетка у нас Националь Панасоника. Для того, чтобы оценить запись на этом аппарате. Располагается она кверху ногами. С виду, по размеру, вроде бы достаточно простой аппарат. Ага. Совсем нет. Здесь аморфная голова стоит. Какая девственная грязюка. Зато эту морду можно сразу взять и отмыть под краном с водой. Ручки и кнопочки мы снимали зря. Можно было все это ставить на месте. Ну, так вот это чудо у нас выглядит внутри. И вот эти вот динамики вот так вот раз и снимаются. У нас ушито. Интересно, какая корзина трех лучевая. Сейчас померяем размер. Ну, видимо, это 12 сантиметров. Ой, какая грязь. Замечательно. Все хорошо было законсервировано. Динамики отнюдь в этом аппарате не отстегиваются, что причиняет определенные неудобства. Ну, что делать? Придется пообщаться этому аппарату с моим пылесосом. Лентопротяжки и магнитолы. Мне предстоит поменять пасек. Вот этот вот, который у нас идет на счетчик. Здесь, ну, как бы все хорошо, да? А внутри сейчас мы узнаем, какого размера и какого сечения находится пасек этого аппарата. И насколько я буду этот мейтофон после этого уважать. Ну, как выглядит наша аморфная голова АХ. Хваленая. Вот так у нас располагается пасек на нашей лентопротяжке. Здесь его надо менять. Он растянулся и покрылся трещинками. Вот наш лентопротяжный механизм. Голова, конечно, крутая. Но, блин, пасек, как я догадывался. Здесь обыкновенный, блин. Никакущий, тоненький, четырехгранный пасек. Как на восьмерках Тошибы. А вот эта самая хваленая аморфная голова оказалась запиленной в хлам. Поэтому будем менять на Сингапур. В этом аппарате для меня было много открытий технологических. Например, я никогда не знал, что можно, например, на вот таких вот длинных ножках раз и сделать переключалки. Вот они с этой стороны так и вставляются сюда. Снаружи сюда раз. И все. И у нас работает переключатель. Вот еще чуть днее. Просто лентопротяжка. Магнитолия Националь RX 5205. Та держится всего на одном единственном винтике, который закрепляется с вот этой вот стороны. Чудеса. Конечно, чудеса. Ну, на самом деле, как бы аппарату много лет. Да, и даже с этой технической идеей он прожил, сохранил в прекрасном состоянии. Следующий вкусный элемент это вот такие вот высокочастотники. Здесь не такой, как в часах стояла Монтана. Вот здесь реально металлическая мембрана. Сюда идут электрические контакты. Ну, и, наверное, благодаря вот этому вот высокочастотнику эта магнитолка-то играет получше, например, бронзовой серии ровесника тех самых времен. Вот как это все тут устроено. Вот, можно посмотреть. Даже возьмем линзу и заглянем сюда. Ага, понятно. Динамиков Мацушито здесь сэкономило. Здесь примерно та же самая конструкция, что и на восьмой серии Тошип. Видите, вот так вот. Или недорогих Саньо. Снимается динамик без всяких болтиков. Да, вот здесь есть такой резиновый башмак. Вот такой вот, который сюда вставляется, да, и амортизирует. Вот, его задача прижать максимально динамик к передней стенке магнитолы, чтобы был как можно более эффективный звук. Самое время послушать, как работает радиоприемник этой японской магнитолы от Смацушиты. Так, ну что, самое время послушать, как эта штука играет. Радио. Украина повинно будет повидать. Ну что тут скажешь про звук? Этот аппарат действительно играет. Это прямой конкурент самой поющей классики GVC 575-565. Очень хороший звук. Но, к сожалению, лентопротяжный механизм я не победил, потому что сломалась маленькая пластиковая деталушка. А вот и наши два одноклассничка. Националь RX5005 и практически его близнец по формату от фирмы Sharp. GV64-64. Но здесь у нас не будет аморфной головы и не будет расширенного стерео. И в этом, и в этом аппарате проклятие всех времен это была автоматическая регулировка уровня записи, которая не давала нормально записывать музыку на обоих аппаратах. Резюме. Перед вами действительно один из чемпионов по звуку среди магнитол с 12-сантиметровыми динамиками. Но и есть ложка дегтя полное несоответствие хороших характеристик этого аппарата и неплохого звука с очень хлипким лентопротяжным механизмом, где квадратный пасек и практически очень облегченный ролик маховика. С вами был я, Олег Карцев, коллекционер винтажных японских магнитол из Беларуси. Подписывайтесь на мой канал и обязательно лайкайте. Для того, чтобы как можно больше узнать про старинную винтажную аудиотехнику прошлого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Заочно